Современный слуховой аппарат от Организации «Волонтёры Победы» вручили ветерану Великой Отечественной войны. В мае-июне этого года в Наридмаре прошла акция «Красная гвоздика». Тогда участники волонтёрского движения принимали пожертвования взамен на значки с изображением гвоздики. Собрать удалось порядка 40 тысяч рублей. Ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Торпов сам ведёт своё хозяйство. Вот только слов сильно стал подводить. Шутка ли, 93-й год пошёл. Обычные слуховые аппараты, которые предоставляются ветеранам социальными службами, с проблемой уже не справляются. Возникла необходимость в более современном оборудовании. Но эти аппараты ведущих фирм, которые на рынке сейчас самые востребованные, современные, они настраиваются под аудиограмму клиента и достигаются результат практически как слух, который был изначально. 9 мая активисты Всероссийского движения «Волонтёры Победы» запустили акцию «Красная гвоздика». На площади Марацей каждый желающий мог приобрести значок в виде гвоздики – символа Победы. Врученные средства решено было направить на медицинскую помощь участникам всех войн и боевых конфликтов. На покупку лекарств, медицинского оборудования, реабилитацию. В этот раз согласился на помощь ветеран Великой Отечественной войны Нейскоавтономного округа Торопов Прокопий Палович. Помощь на оказание слухового аппарата. Акция «Красная гвоздика» проходила в Нарьенмаре впервые, но на будущий год волонтёры намерены повторить положительный опыт. Также в течение двух месяцев, мая и июня, они будут собирать пожертвования взамен на значки.